Война в Карабахе закончилась, но антипашиняновская истерия в Армении продолжается. После встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве 11 января на армянского пемьера посыпались новые обвинения, в частности от экс-директора службы национальной безопасности Армении Микаэла Амбарцумяна. Он винит Пашиняна в своей отставке. Одной из причин, по которой Амбарцумян вынужден был подать в отставку, он считает то обстоятельство, что война не была прекращена раньше. И это в том случае, когда СМБ и Минобороны Армении в ежедневном режиме докладывали пемьер-министру о потерях, проблемах и перспективе. Почему пемьер-министр не принимает решения относительно остановки войны? Речь не об явлении перемирия, потому что мы видели, этого не происходит. Фактически, ход войны не останавливается, и они не начинают переговорные процесс. Куда мы идем? К чему мы придем в конце концов? Мы потеряем Степанакерд или потеряем уже северные районы, чтобы прийти к точке остановки или завершения военных действий? Совокупность всего этого привела к тому, что вам не созрело это решение, заявил Амбарцумян, возглавлявший службу национальной безопасности Армении во время войны в интервью Пятому каналу. Он подчеркнул, что ему непонятно, какую цель преследовали власти, не останавливая войну. По словам Амбарцумяна, на заседании Совета безопасности 19 октября начальник генштаба ОНИ Гаспарян подробно представил текущую ситуацию и перспективы, показав, что Армения движется к поражению. Бывший директор СМБ Армении Амбарцумян отметил, что в ходе заседания было предложено прекратить боевые действия. Такого же мнения придерживался и Тонаян, если память мне не изменяет, который там также присутствовал. Присутствовали также представители оппозиционных фракций Национального собрания Армана Абавян и Эдмон Марукян. Состоялось достаточно подробное обсуждение, но тем не менее после этого такого решения принято не было, подчеркнул Амбарцумян. В своем интервью Амбарцумян напомнил, что в те дни такое предложение сделал президент России Владимир Путин, который позже пояснил, что президент Азербайджана Алиев на него согласился, а Пашинян отказался. Напомним, что после окончания войны Пашинян сообщил в своей записи в Facebook, что армянская сторона обратилась к президенту России с вопросом о прекращении боевых действий. Он созвал заседание Совета безопасности и объявил о необходимости прекращения войны. Между тем, по утверждению принимавшего участие в этом заседании Микаэла Амбарцумяна, он не был знаком с предложением Владимира Путина, и оно не стало предметом обсуждения. «Когда я узнал об этих конкретных предложениях, а узнал я о них не от премьер-министра, а от моих коллег, естественно, я был удивлен, почему мы не идем на этот шаг, что нам мешает, почему мы медлим, ведь это был единственный реальный способ остановить войну с меньшими людскими и территориальными потерями», сказал он. По словам Микаэла Амбарцумяна, если бы не усилия и не помощь России в ходе войны, последствия для армян были бы гораздо худшими.